Пограничники отправились в вечерний дозор. Теперь они охраняют не только границы нашей Родины. Они следят за общественным порядком на улицах города. Этого у них никто не просил. Они сами вызвались, а город дал добро. Накануне новоиспеченные дружинники вышли в свой первый рейд. А начать патрулирование решили с поселка Элеваторная гора. Равняй! Сиди! Смирно! Патруль – дело нехитрое, но и небезопасное. Потому перед дежурством обязательно инструктаж. Ведь бывшим военным надо четко знать, на что они имеют право и как себя надо вести с населением. На общественную службу они идут, вооружившись спецсредствами. Из спецсредств нам было выделено фонарь для освещения различного. Ну и от себя, допустим, индивидуальный перевязочный пакет. Для чего он нужен? В случае получения травм, чтобы быстро принять первые меры оказания медицинской помощи. Первый рейд – знакомительный. Пограничники посетили все магазины, пообщались с продавцами и предупредили, что всегда готовы прийти на помощь. Заглянули в местный клуб, обменялись телефонами. В качестве охраны сидят у меня пожилые люди. Если будет такая защита, мы будем очень рады. Охранять общественный порядок наравне с людьми будут и четвероногие пограничники. Челнинг у нас бывшая служебная собака. Да, она воспитана, все команды понимают. Она обучена на задержание, нарушитель государственной границы. Из 400 челнинцев, которые состоят в общественной организации пограничников, нести дежурство изъявило 50. Ну, одному, может быть, было страшно, но мы ходим командой, то есть, как и в наряде пограничном, по 3-4 человека. Сегодня у нас много и надеюсь в будущем, что так же будет много народу ходить. У десантников есть такое выражение, никто кроме нас, а у пограничников, кто кроме, кто если не мы. Несколько раз в неделю они занимаются в спортзале, где оттачивают приемы рукопашного боя. Поэтому в ношении какого-либо оружия дружинники не нуждаются. Этих ребят я уже знаю давно, уже шестой год они у меня. И вот эта молодежь, которые уже сходили в армию, вернулись обратно к нам, они очень надежные, уже проверенные ребята. Следить за порядком на улицах и спокойствием челнинцев эти бригады будут ежевечерне с 19 до 22 часов, там, где им укажут городские власти. Пограничный патруль будет дежурить ежедневно не только на улицах Элеваторной горы, но и в поселке Зябь, а также в парке Победы в Новом городе. Елена Портнова, Радиганеев, РЕН-ТВ, Набережные Челны.